Наша зрительница Дана предложила интересную тему для разговора, для обсуждения. Вот что Дана пишет. Касаемо вопросов сферы политики не соглашусь, что идиоты заморачиваются, когда вступают в диспуты о размышлении власти и общества. Демократия или диктатура с ее имперскими проявлениями в отношении народов, построению общества в рабском мышлении, оставаться ватниками, винтиками, шпунтиками в чьих-то играх. Вот именно, кто серьезно и надолго обосновался у кормушки. Да, хорошо, вы своевременно нашли свое предназначение и теперь пожинаете плоды такого счастья, быть собой, предаваться наслаждению жизни. Что еще радует нас, вы откровенно делитесь состоянием вашей души и помыслами на жизни. Ну а те, кто по многочисленным причинам и обстоятельствам жизни не вышли в людей, сложно, трудно в таких реалиях стать быть счастливыми. Почему бы им не возмущаться строем политическим, ведь это, думается, главный тормоз на пути к реализации, соответственно, во всех других аспектах жизни. Спасибо, очень хорошая тема. Почему бы не возмущаться политическим строем, который является препятствием на пути к самореализации. Давайте обсудим эту тему, я приведу несколько примеров. Знакомых мне людей и знакомых всем людей. Значит, тут у меня есть один знакомый, который возмущался как раз политическим строем в России. И он решил уехать из России на острова, которые находятся под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки. Там попросить убежище политическое. И с чем он столкнулся? С несправедливостью такой же. Даже, может быть, еще и худшей. И тоже возмущался, живя там. Но, по крайней мере, когда он уезжал из России, он еще был психически здоровым человеком. Когда он несколько лет прожил на острове, то он явно психического здоровья лишился. Теперь это психотравмированный человек. А по которому плачет психиатр. Ну вот он уехал все-таки с этого острова. Я ему об этом говорил. И я думаю, что не я один. Он переехал в Украину. И теперь он там возмущается. Чем-то он всегда находит, чем возмущаться. Он бесконечно возмущается. Но, кроме возмущения, он ничего не производит. Есть люди, вот такие профессиональные борцы с режимом, которые участвуют в разных конференциях, получают гранты, какие-то вознаграждения, внимание прессы. Ну, каждый выживает как может. Я их не осуждаю. Но, кроме того, что они критикуют и возмущаются режимом, ну, делают, наверное, что-то еще. Конечно, там есть семьи, они воспитывают детей и так далее. Ну, делают, ну, где-то еще работают. Но главное, что здесь, ну, каждый выживает как может. И если это способ выжить, ну, что же делать? Я не осуждаю за это. Я просто, ну, не смотрю, не слушаю это. Мне это неинтересно. Примеры из истории теперь, другие примеры. Вот, был такой замечательный логик, писатель Александр Зиновьев, который готовил покушение на Сталина. Покушение не удалось, но вот его преследовали. И он описывает это все прекрасно. Когда Сталин умер, он испытал огромное сожаление, потому что у него образовалась пустота внутренняя. Ведь все, что было для него главным, это борьба со Сталином. Всего этого не стало. И он потом написал книгу замечательную вот об этой эпохе. И о Сталинской эпохе, я считаю, это лучшая книга. Хотя я думаю, что все книги о Сталинской эпохе я не читал, конечно, но не будем говорить, что лучшая, но мне она очень понравилась. Именно логичностью своей, логикой там железная. Наши юности полет. Он там объясняет вот этот феномен Сталинской эпохи. Почему вообще это все появилось, потому что не могло быть иначе. Был такой человек, как Королев. Королев. Который стоял у истоков космонавтики. Мировой. Космонавтики. И где он этим занимался? Он этим занимался в ГУЛАГе. Будучи заключенным. Разрабатывал вот это. Занимался ракетостроением. Пожалуйста. То есть, несмотря на эти условия. Если бы он возмущался, он бы ничего не сделал. Но даже в таких условиях, ГУЛАГа, тюрьмы, да, концлагеря, он видел мир как изобилие. И были созданы для него возможности. И для других людей тоже. Возможности для того, чтобы заниматься делом. Интересным, новым. Еще пример. Алексей Федорович Лосев. Философ, филолог. Тоже был в ГУЛАГе, на Беломор-канале, в Карелии, да. Тяжелый труд. Вот. Практически он там ослеп. Тем не менее. Он выжил. Чем он занимался? Занимался своим любимым делом. Его книги не печатались. Вот этой философией античной, да, эстетикой. Его книги не печатались, но он жил и работал. И добился очень многого. Он внес свой вклад огромный в науку. Какие были для него две идеи магистральные? Родина и жертва. Пожалуйста. Он не возмущался. Родина и жертва. Он делал свое дело. Лев Гумилев. Лев Гумилев тоже отсидел в тюрьме. Ну вот. Сохранилось интервью, видео и интервью с ним. Вот. Посмотрите, как он говорит об этих годах, проведенных в тюрьме. Но он даже с какой-то, с какой-то насмешкой говорит об этом. Но вот есть такое трагическое веселье в его словах. И это еще больше вызывает уважение к нему. И, конечно, чем он занимался? Вот языки изучал. Свою теорию разрабатывал. Жил активной интеллектуальной жизнью. С матерью у него были проблемы большие. Анна Ахматова прекрасная поэтесса. Но матерью она не была прекрасной. И вот эти люди, эти люди, Королев, Лосев, Гумилев, они ассоциируются с Россией. Они являются гордостью, украшением страны. Они внесли огромный вклад в развитие страны. Несмотря на то, что власть их гнобила. И совершенно невыгодные условия были созданы. Не просто невыгодные. А условия, которые, вопреки которым они работали, творили, жили. Но они выиграли. И не потому, что они возмущались. Нет. Потому что у них было дело свое. Они раскрывали свой потенциал развития. И делали что-то полезное. Вот и все. От возмущения никакого толка нет. Нет. Можно взять сферу массовой культуры. Например, певицы, которые были в советское время востребованы и в постсоветское время. Вот взять там Лилия Иванова в Болгарии. В Польше Марыля Радович. В Эстонии Анна Венская. Талантливые певицы. При любом режиме они нужны. Они востребованы. Потому что что важно? Не режим важен. А важно творчество. Раскрытие творческого потенциала. Когда человек делает что-то для людей. Несет свет. И до сих пор их песни. Вот я тут как-то слушал песни Лилии Ивановой. Мне очень нравится болгарский язык. Просто обожаю болгарский язык. И музыка, ее мелодичность, и тексты, и вот эти установки все. Прекрасно, замечательно. Так что, вот они несли этот свет. Свет. Радость. Искусство. Творчество. Ну, и вот человек, который возмущался. Что он несет? Негатив только. По сути, те, кто возмущаются, они просто умножают этот негатив. И все. Его просто становится больше. Это негативное мышление. Оно заразно. Оно поражает. И тут же нет, нет сопротивления никакого в этом. Поэтому борьба с драконом превращает в дракона. Поэтому нужно не бороться, потому что борьба ничего не изменит. А нужно предложить другое, нечто лучшее. И тогда вот это старое, все, само отомрет. Я сделал такую попытку. Вот, я предложил новую. Такой вот психологический социализм. Я вот эти психологические теории применил к политике. Вот, в книге «Любите своих крокодилов» первая часть, а вторая «Психологический социализм» я изложил эти теории. Ну, это ж не борьба. Это предложение нового. Как создать гармоничное общество. Или вот эти вот профессиональные борцы, да, тоже. Ну, что толку от того, что они говорят? Ничего не меняется. От этой критики. Ничего. Создана новая структура общества. Все. В этой власти есть дети, которые будут наследовать эту власть и так далее. Так что, в принципе, шансов на перемены нет. Перемены будут происходить только тогда, когда в головах людей появится не возмущение, а новой идеи. Вот я считаю, что... Поэтому я считаю, что обществу не выборы нужны, а нужна психотерапия. Ну вот, я считаю, что идея счастья, она вполне продуктивная. Поэтому я и записываю ролики. И чем больше будет на тему счастья, и чем больше будет счастливых людей, тем нам будет лучше. Ну, я... И тогда изменится общество. А... Ну вот я привел такие примеры, да? Людей, которые... Человека, который возмущается всем, но ничего не создает, к сожалению. И более того, психотравмы, они не делают человека лучше. Психотравма всегда это избирательность восприятия. Это всегда желание мстить. Это желание... ...причинять боль другим людям. Это ловушка. Психотравма, как бы, способствует тому, что здоровое мышление становится больным, да? Она позитивное превращает в негативное. Это негативное видение. И, соответственно, появляются ловушки негативного мышления. Ну, что такой человек сделает? И в политике мало таких светлых личностей. Конечно, я бы хотел, чтобы были такие люди, как Хосе Мухико, например, да? Это бывший президент Уругвая. Но... Где же их взять-то? Если у нас люди постоянно борются. Что такое возмущение? И еще один аспект возмущения. А мы с вами знаем, что возмущение... ...на поверхности океана, да? На глубине ведь все спокойно. Поэтому, если мы чем-то возмущаемся, то, скорее всего, мы просто поверхностно учим. И не понимаем суть. Не видим ее. Вот как замечательно сказал Джуду Кришнамуртия. Есть... Невероятная красота. В том, чтобы видеть вещи такими, какие они есть. Если я вижу, кто передо мной. Вот, кстати, мне очень от этого и легко живется. И я чувствую невероятную красоту мира. Я к ней, кстати, подходил и подходил все время. Периодически. Теперь я это понимаю, что такое красота мира. Когда я вижу вещи такими, какие они есть. Когда нет вот аберрации сознания, да? Когда я... Нет вот этого наложения моих ожиданий. Иллюзий, в которых я жил тоже. Ну, все живут в иллюзиях. До поры до времени, да? А потом мы избавляемся от них. Конечно, это очень болезненно. Но мы избавляемся. И вижу вещи такими, какие они есть. И вот с людьми, например. Вот я общаюсь с людьми. И я понимаю, что у человека расстройство личности. Там шизотипическое расстройство личности. К примеру. Ну, что ж я. Какие... Если я со своими ожиданиями к нему приду, я буду разочарован, я буду просто раздосадован. И испорчено будет мое настроение, и все на свете. Я буду проклинать этого человека и себя. Но если я понимаю и вижу, кто передо мной. Если я созерцаю истину. У меня нет никаких ожиданий. Я вижу, что передо мной человек, у которого психологические проблемы. И так далее. Я его воспринимаю таким, какой он есть. Вот видеть все таким, какое оно есть. Это значит видеть красоту мира. И мне с этим человеком легко общаться. На удивление. Потому что у меня нет ожиданий никаких. Потому что я знаю, кто передо мной. И я вижу реальность. И меня не возмущает то, что там человек, допустим, обманывает меня, себя, других людей. Да, лжет. Что человек необязательный, безответственный. Недалекий, да, поверхностный. Как бы все время пытается уязвить, ущипнуть. Или наоборот. Возвеличить. Настолько, что это явно. Придумать. Придумать меня пытается. То есть выдать за то, чем я не являюсь. И так далее. Я это все понимаю прекрасно. Я не возмущаюсь. То есть возмущение, это очень поверхностная вещь. На самом деле. Если мы возмущаемся, то мы не понимаем. Ни себя, ни других. Как все устроено. Что мы живем в мире иллюзий. Если мы... Иллюзия, это то, когда мы играем. Если мы не играем, а живем, видим все в истинном виде. Мы не возмущаемся. Ну вот такие люди. Выборы. Почему властью возмущаются? Потому что ее выбирают. Потому что с ней связывают ожидания определенные. Что там будут честно деньги распределять. Не будут. Не надо иллюзий питать. Не надо. Так что самое важное думать о себе. Когда вы думаете о себе, о своем деле, у вас нет... У вас не остается просто времени и желания думать о других и возмущаться другими. И осуждать других, и контролировать. А для этого нужно творчество. Для этого нужно раскрывать потенциал свой творческий. Возмущаются люди нетворческие. Негативное мышление. А негативное мышление, это и есть, по сути, это и то, что и нужна власти. Потому что власть токсична. Если вы становитесь токсичными, значит вы часть этой власти просто и все. Значит вы часть этой системы. Если вы возмутились, вы уже часть системы. Потому что вы поверхностные так же. Вы так же токсичны. Вы так же требуете социального влияния. Вы так же хотите власть. Вы видите, в них власть это зеркало. Поэтому, почему оппозиция токсичная? Вот она рвется к власти. Она хочет занять их место, этих людей. И это можно понять. Но просто мы же о другом говорим. Мы не об играх говорим политических. Не о том, чтобы бесконечно возмущаться. А о том, чтобы быть счастливыми. Чтобы самореализовываться. Вот наша цель. Вот как. Смотрите, в каких условиях были и Лосев, и Королев, и Гумилев, и многие другие. И каких успехов, каких вершин они достигли. Несмотря на условия. Вот вам сила человеческого духа. И тут очень трудно спорить с этим. В том, что мы жертвы обстоятельств. Кто-то жертвы. Но кто-то победитель обстоятельств. И в любых обстоятельствах может проявить себя. Самореализоваться. Раскрыть свой безграничный творческий потенциал. Стать гением. А обнаружить свой гений. Свою гениальность. И сделать очень много. И для себя. И для страны своей. А может и не для своей. И эмиграция полезна тоже. Русские люди. Уехавшие за границу. Очень многие самореализовались. Вообще эмиграция полезна. Я смотрю на некоторых известных людей. Которые в эмиграции живут. Им на пользу она пошла. Не буду называть имен. Но как-то они успокоились. Когда-то были очень невротизированными. И такими высокомерными. Сейчас немножко стали проще. Так что эмиграция идет на пользу им. Так что думайте. Опять же возмущение. Возмущаетесь. Подрываете. Обкрадываете себя. Во-первых. Подрываете иммунитет свой. И по сути делаете то, что и власть делает. Власть хочет, чтобы люди возмущались. Она управляет этими негативными эмоциями. Вы подпитываете власть таким образом своей энергией. Поэтому, чтобы не подпитывать власть. Вот реальная оппозиция в власти это счастливые люди. Самореализованные люди. Психически здоровые люди. Вот это оппозиция власти. Не те, кто возмущаются, а те, кто делает дела. И если мы говорим... Ну и делает других счастливыми. Ради чего все. Для этого же не нужна власть, чтобы делать других счастливыми. Для этого власть не нужна. Для этого нужно просто быть самому счастливым человеком. А чтобы самому стать счастливым человеком, нужно работать над собой. Развивать интеллект. И так далее. Вот. Так что, вот такой ответ мой. Нет смысла в том, чтобы возмущаться. Это проявление негативного мышления. Лучше всего... Лучше всего... Научиться видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. И делать свое дело. Найти свое дело. И самореализоваться. Самореализоваться можно в любых условиях. Любых. При любых обстоятельствах. При любых режимах. Как мы видим. Не знаем. Конечно, возмущение. Но еще что это? Что еще дает? Чувство собственной значимости. Да. Чувство собственной важности. Вот эти профессиональные борцы с режимом. Да. Особенно в эмиграции. Ведь в эмиграции они попадают в чужую среду. Да. Как они там себя будут чувствовать? У них же оторвано от всех этих связей социальных. Да. Своих. Нужно новые связи выстраивать. Вот. Чтобы собственную значимость чувствовать. Это мало кто может быть самодостаточным человеком. Вот. Значит, тоже нужно выживание. Для выживания. Нужно для выживания. Вот. Профессиональные борцы. Ради чувства собственной значимости. Вот. К моему мнению прислушиваться. Ну, к моему мнению якобы. Оно не мое. Оно расхожее. Да. Я просто отражаю мнение группы определенной. Политической. Но благодаря тому, что я его озвучиваю, я чувствую себя востребованным. Да. То есть вот у меня берут интервью. Я выступаю на конференциях. Я там гранты получаю. И так далее. На какую-то зарплату. Вот значимость. Значимость. Да. Меня признают. Неважно. Для человека признание. Ну, вот кто-то таким способом получает это признание. Я ничего против не имею. Между прочим. Каждый просто своим путем идет. Вот. Кому-то и интересно озвучивают чужое мнение. Общепринятое. Кто-то считает это пошло. Кто-то считает это пошло. Вот как я, например. Считает это пошло. Я считаю, что надо стремиться к неизвестному. Как Джиду Кришнамурти в своей книге пишет. Свобода от известного. Потому что известное делает нашу жизнь невыносимой. Известное делает невыносимой жизнь. Но для меня это так. Поэтому я стремлюсь к новым знаниям. К мышлению и так далее. К разным взглядам. Разные взгляды. Мы будем об этом говорить в ролике про счастье. Вот. Чувство собственной значимости. Это очень важно для человека. Поэтому, когда мы возмущаемся, мы будто бы с властью с этой на равных. Чувствуем свою значимость. Ну что-то мой враг. Это кто-то президент какой-нибудь. Какой-нибудь. Вот. Я тоже значу что-то. Да. Такие вот мотивы. Глубокие психологические. Ну вот, об этом пишет очень здорово Александр Зиновьев. Почитайте его в нашей юности полет. Книгу. Про то, как он покушение на Сталина готовил. И вот эти все психологические моменты прекрасно описаны. То же самое вот у оппозиции происходит сейчас. И так и везде. И есть это везде все. Я борюсь с чем-то, да, я возмущаюсь с чем-то, значит, я вырастаю до масштабов того, с чем я борюсь и возмущаюсь. Чувство собственной важности, чувство собственной значимости. Ну а есть люди, которые скромно делают свое дело. Вот как Лосев, Королев, Гумилев и другие. Замечательные люди. Это вот наши страны, да. Так что, вот я в свое время читал Гумилева. Книги Лосева у меня есть. Вот я... Как-нибудь мы поговорим о его книгах. И я хочу... У меня есть идеи насчет того, чтобы как-то вот увидеть некие психологические аспекты, полезные. Вот эти мысли полезные для нас, для психологии, для психотерапии. Так что, придет время, и мы будем говорить о Лосеве. Вот, спасибо за внимание, за тему. Всем желаю... Радости, конечно. Радости найти свое дело, раскрыть свой потенциал интеллектуальный, творческий. И... И... Напоминаю, вы можете... Что для спонсоров у нас доступны ролики по психотерапии. Очень ценные. Смотрите их. Спонсорами можно стать всего за 1 евро в месяц. Как стать спонсорами, меня спросили сегодня. Значит, посмотрите. Кнопка есть. Спонсорство. Нажмите на эту кнопочку. И... YouTube предложит вам вот три опции. Стать спонсором. За 1 евро, за 5 или за 20. Так что, выбирайте, что вам ближе. И... Сразу же смотрите ролики наши. А темы там очень интересные. Как стать принцами. Как решать... И принцессами. Как... Решать конфликты. Расстройства личности. Какие бывают. Парад психопатов. Какие бывают психопаты. И как взаимодействовать с представителями разных типов расстройства личности. Разных типов психопатии. Если депрессивное, то это одно. Один способ. Взаимодействия, общения. Если это нарциссическое расстройство личности, то другое. Антисоциальное поведение. Третье. Так-то. Вот. И приобретайте нашу психотерапевтическую продукцию. Когда вы возмущаетесь. Вот. Вы просто подвергаете жизнь. То есть свою иммунную систему стрессом. Особенно постоянное возмущение. Будете болеть. Поэтому лучше успокоиться. Спокойствие. Это и есть нормальное состояние души. Здоровое. Когда вы спокойны. Признак глубины. И. Вот наши психотренинги помогут. Психотренинги, сеансы гипноза. Если вы хотите прорыва в жизни. Вот. Великая видеокнига перемен. Если вы хотите там улучшить свою сексуальную жизнь. Вот. Энциклопедия. По сексологии у нас есть. Очень хорошая. Если хотите научиться гипнотерапии. То есть курс по гипнотерапии. И. Станете. Гипнотерапевтом для себя и для других людей. Будете. Уверите, что гипноз это лекарство хорошее. Научитесь. Научитесь. Управлять своими мыслями и чувствами. Избавитесь от прошлого и так далее. Много всего. Ну все. Все у нас для счастья вашего. Для здоровья психического. Инвестируйте в себя. Приобретайте. Вкладывайте в себя. Это. И это бесценно. Здоровье это бесценно. И вот сейчас пандемия, да, вот тоже легче перенесете. Вот ко мне приходят тоже. Все у людей есть. А вот болеют постоянно. Болеют. И вот мы разбираемся и исцеляемся. Исцеляемся от болезней. Находим причины. И учимся менять свой образ жизни. Учимся отдыхать. Мыслить позитивно. Наслаждаться жизнью. Прощать себя. Любить себя. И так далее. Спасибо за внимание, за вопросы, за комментарии, за добрые отзывы. Пишите мне на имейл. Пишите имейл указан мой. Я всем отвечу. И предлагайте еще темы. С удовольствием поразмышляю.